всем привет вы на канале я и мы принтер сегодня в рубрике у нас два ноутбука это samsung r530 и samsung r540 внешне эти ноутбуки похожи то есть одинаковые ноутбуки клавиатура матрица что и сзади проблемы у этих ноутбуков такие то что вот у этого ноутбука у которого корпус в идеальном состоянии у него битая матрица и также материнская плата не не выдает изображение ведет себя некорректно на этом же ноутбуке материнская плата в полностью рабочем состоянии также матрица тоже единственная проблема то что клавиатура в таком состоянии и корпус уже развалился то есть что мы хотим сейчас сделать мы хотим снять материнскую плату вместе с матрицей с этого ноутбука и поставить вот в этот также хочу вам показать какой процессор здесь стоит в этом или в этом и какой стоит хаб так как много форумов читал многие спрашивают какие стоят здесь хабы так как бывают прошивают ноутбуки этим здесь стоят хабы с ими регионом и при прошивке если залить дамп с нечистым ими регионом у вас будут проблемы либо не будет изображения на выходах VGA и HDMI либо у вас будет просто гудеть кулер то есть постоянно работать на максимальных оборотов также хочу показать какая модель материнской платы здесь стоит маркировка так как тоже есть вопросы по этому ну и собственно посмотреть что у этих ноутбуков внутри как они разбираются показать как меняется материнская плата как меняется матрица для начала давайте их включим я покажу как они себя ведут то есть включаем вот этот ноутбук вот ноутбук у нас включился видим матрица целая даже стоит винда винда то есть windows грузится теперь подключим вот этот ноутбук включаем его если посмотреть горят индикаторы но на матрице ничего нету давайте наверное начнем с этого ноутбука чтобы подготовить корпус для установки новой материнской платы и матриц первым делом чтобы начать разборку нам надо извлечь аккумулятор чтобы его извлечь здесь вот есть такие защелки отводим их в сторону но который указывает стрелочка и вытаскиваем аккумулятор вот такой здесь стоит аккумулятор он у нас заряженный следующим шагом снимаем вот эту крышку у вас она скорее всего будет прикрученному здесь на два винтика но в нашем случае их уже нету просто сдвигаем ее вниз и снимаем под ней у нас находится жесткий диск мы его вытаскиваем тянем вот за этот флажок жесткий диск у нас здесь стоит ся гейт на 500 гигабайт этот жесткий диск у нас не исправим так как при включении он у нас сразу щелкает так что этот жесткий диск я буду менять следующим шагом снимаем вот эту крышечку также у вас будет прикрученному здесь на два винтика но их тоже уже нету снимаем эту крышку здесь у нас находятся разъемы под оперативную память сейчас у меня здесь стоит тестовая оперативная память вот такая вот оперативная память патриот на 4 гигабайта ддр третья память следующим шагом надо будет открутить вот этот винтик но здесь его тоже нету так как этот ноутбук мне достался то есть он уже после предыдущего мастера то есть половины болтов уже нету после того как вы открутили вот этот винтик нам надо снять сидит ченджер просто берем его сдвигаем и вытаскиваем вот такой здесь стоит DVD ромб сидит ченджер ну и следующим шагом откручиваем полностью все винтики которые видим по периметру после того как открутили все винтики по периметру нам надо снять клавиатуру так как под ней тоже есть винтики чтобы ее снять нам надо вот здесь в завзоре есть защелки взять какую-нибудь карточку и вот так вот в зазор завести ее заводим ее вот сюда после чего приподнимаем один край и отщелкиваем оставшиеся защелки вот так они отщелкиваются после чего снимаем нашу клавиатуру не спешите дергать так как здесь отходит тонкий шлейф если этот шлейф повредить то у вас не будет работать клавиатура соответственно и вы попадете на новую клавиатуру новая клавиатура для этого ноутбука стоит от 700 и до 1500-2000 рублей за клавиатуру так что лучше не спешить и разбирать аккуратно сняли клавиатуру здесь я немножечко ошибся с другим ноутбуком здесь у нас нету под ней винтиков но в любом случае ее надо снимать чтобы отключить вот эти вот шлейфики эти шлейфики отключаются просто берем так сдвигаем вниз и вытаскиваем шлейф здесь тоже берем и вытаскиваем здесь точно так же просто берем я покажу отверточкой здесь вот есть ушки за эти ушки просто тянем и шлейф у нас отстегивается после чего снимаем наш топ кейс просто берем его вот так отщелкиваем и он у нас слетает после того как сняли топ кейс видим скорее всего даже не скорее всего причину почему у нас не было изображения и материнская плата вела себя некорректно видим здесь на топ кейсе под клавиатурой следы попадания жидкости какой-то скорее всего либо чай либо кофе ну а на материнской плате на материнской плате видны следы коррозии следующим шагом чтобы снять нам материнскую плату надо отключить вот этот шлейф и вот этот шлейф этот шлейф у нас отключается путем поднимания вот этого флажка поднимаем этот флажок и вытаскиваем его вот этот шлейф у нас вытаскивается путем сдвига просто берем вот так вот сдвигаем его и вытаскиваем далее наша материнская плата держится вот на этом винтике мы его выкручиваем и наша плата достается открутили вот здесь один винтик должен быть еще винтик вот здесь со стороны вентилятора но его уже нету далее берем нашу материнскую плату и вытаскиваем так скорее всего у нас еще где-то что-то держит не показал вот здесь стоит картридер мы его вытаскиваем там стоит вот такая заглушка пока вы его не снимите материнская плата не вытащится все дальше берем просто вот так вот и вытаскиваем нашу материнскую плату вот такая здесь стоит материнская плата вот ее маркировка также вот такой здесь стоит чипсет также видим то что ноутбук уже обслуживался когда-то заклеено все тканевым скотчем давайте теперь снимем систему охлаждения посмотрим какой тут стоит хаб какая стоит видеокарта и какой стоит процессор дальше чтобы снять систему охлаждения нам надо открутить вот эти вот винтики но не спешите их просто выкручивать один за другим так как здесь есть нумерация она идет у нас здесь от 1 до 8 так вот чтобы открутить нам надо не от первого винта откручивать то есть 1 2 3 4 а наоборот в обратном порядке то есть 8 7 6 5 4 3 2 1 болтик винт номер 8 находится вот здесь на чипе видеопамяти на чипе видеокарты мы его выкручиваем дальше выкручиваем винтик номер 7 дальше 6 дальше 6 дальше 6 дальше выкручиваем 5 дальше выкручиваем 4 третий третий второй и первый болты болты у нас не у не вывалятся так как они у нас зафиксированы далее нам надо отключить вот этот штекер который идет на вентилятор и снимаем систему охлаждения протер я кристаллы процессора видео чипа и хаба давайте посмотрим маркировку процессор здесь у нас стоит intel core 2ду с частотой 2.2 гигагерца видео чип стоит вот такой камера не хочет фокусироваться фокусироваться от nvidia хаб стоит вот такой еще поросили показать какая здесь стоит где находится флешка биоса вот она флешка биоса находится рядом с мультиконтроллером мультиконтроллер здесь стоит вот такое мэкс 1303 ой мэк 1308 н.у. вот модель материнской платы еще одна ревизия первая материнская плата это бремен L3 следующим шагом давайте отделим вот эту верхнюю крышку от вот этого вот тапкейса чтобы ее отделить вот здесь у нас уже втулка вырвана а здесь она целая здесь нам надо открутить вот этот винтик который держит у нас плату с USB портом и кнопкой включения и петля у нас выйдет берем отверточку откручиваем этот винтик такой там стоит винтик вытаскиваем так ошибся здесь стоит вот стоит еще один винтик его тоже откручиваем тут вот стоит вот такой и тут вот стоит вот такой Вытаскиваем вот эту нашу платку И откручиваем вот этот винтик После чего нам надо освободить вот эти вот провода Которые идут на антенну Wi-Fi Этот топ-кейс я буду менять Буду снимать с того ноутбука Так как этот у нас вот здесь в этом месте подплавленный Ну и собственно вырваны втулки от матрицы Освободили наши провода антенны И снимаем верхнюю часть с матрицей Далее, чтобы снять нашу матрицу Нам надо снять вот эти вот резиновые заглушки Так как под ними находятся винтики Чтобы их снять, берем пинцет И вот так вот берем Раз Приподнимаем ее Она держится на двухстороннем скотче Вот такая вот резиновая втулочка Снимаем ее Здесь точно так же Вот так вот Вот так вот Сняли все резиновые втулочки Теперь выкручиваем все винтики по периметру Открутили все винтики Следующим шагом берем карточку Либо еще что-то Главное не металлическое, не остро Так как оставите засечки Просто берем вот так Вставляем зазор И отщелкиваем нашу накладку Держится она сильно Защелки здесь сильные И отщелкиваем Отщелкнули все защелки Теперь Снимаем нашу накладку Далее, чтобы извлечь нашу матрицу Надо открутить вот здесь два винтика И вот здесь два винтика Открутили винтики Сняли петли Теперь снимаем матрицу Просто поднимаем ее Здесь у нас находится шлейф Вот такой тут шлейф Вот такой тут шлейф Его просто берем Здесь матрица уже менялась Так как он должен быть приклеен Просто берем вот так И отсоединяем Матрица здесь стоит вот такая Обычная 40-пиновая матрица То есть если приглядеться Видно вот Раз пятно Два пятно Три пятно Матрица она сама по себе показывает Картинку Но с пятнами Как бы мы ее выкидывать не будем Оставим ее для проверки То есть подкинуть Проверить то, что В матрице дело или нет Все, этот ноутбук у нас разобран Теперь нам надо разобрать второй Начинаем разбирать второй ноутбук Процесс разборки Я показывать не буду Так как он точно такой же Как у того ноутбука То есть я его сейчас за кадром разберу Если будут какие-то нюансы То есть различия с тем ноутбуком Я покажу их Смотрите Вот модель оригинальной клавиатуры В том ноутбуке у нас стояла уже замененная Здесь вот такая То есть Смотрите, если вам интересно Если вам интересно Поковыряться в клавиатуре То есть заменить вот эту мембрану Или кнопки Видео есть в ютубе Я этого показывать не буду Так как я этим не занимаюсь Я просто меняю клавиатуру сразу На новую Потому что я считаю Это просто трата времени И не имеющая глубокого смысла То есть Если хотите Поищите видео в интернете Ну и позанимайтесь Смотрите Разобрал я второй ноутбук И Вот То есть видим Материнские платы У нас разных ревизий Здесь у нас уже стоит Intel Pentium P6200 Здесь у нас уже сокет 989 То есть видим уже видеочип другой И хаб На этой же видим сокет тоже другой Ну и уже у нас три чипа стоят Заместо двух Ну собственно Разобрать мы их разобрали Теперь Приступим к сборке Ставить буду я еще раз повторюсь Вот эту материнскую плату Которую у нас с коричневого ноутбука Эту плату Ну может быть потом Сяду Поковыряюсь Может даже и запущу Давайте приступим к сборке Сборку Начнем С Матрицы Крышки матрицы Тихо Возьмем Нашу крышку То есть крышка у нас от Красного ноутбука Уложим сразу шлейф Как он должен быть Далее Берем матрицу Целую Подключаем шлейф Подключили шлейф Далее мы возьмем Такой вот скотч И приклеиваем его На наш разъем После чего Ставим нашу матрицу На свое новое место Берем петли Здесь вот они подписаны L Левая R Правая Ставим наши петли Далее И закручиваем винтики. Закрутили винтики. Теперь берем нашу рамку, ставим ее. Немного я не туда закрутил винтики. Сейчас перекрутим. Куда закручивать винтики, здесь указаны стрелочки. Так что, не повторяйте моих ошибок, ориентируйтесь на стрелочки. Ставим нашу рамку. Закручиваем. Защелкиваем защелочки. Проверяем, чтобы они везде были защелкнуты. И закручиваем все винтики. Закрутили все винтики. Теперь ставим вот эти втулочки резиновые. Далее, взяли нижнюю часть корпуса. Ставим в крышку матрицы. Так, вот здесь у нас из-за того, что в старом корпусе была вырвана втулка, она осталась на петле. Сейчас я ее выкручу. Так, вот выкрутил я втулку. Теперь ставим нижнюю часть корпуса. Поставили. Теперь берем винтики и закручиваем. Конечно, одной рукой держа, другой крутить не очень удобно. Но если приловчиться, это можно сделать довольно легко. Закрутили. Теперь сразу уложим вот этот провод. Уложили наш провод. Теперь берем вот эту плату с кнопочкой. Смотрите, здесь вот у нас уже кнопка паянная. Я эту плату ставить не буду. Поставлю ту, которая не паянная. Так. Закручиваем два винтика. И укладываем вот этот проводочек. Все, вложили проводок. Давайте почистим систему охлаждения. То есть, видим, ее уже когда-то чистили. Отклеим весь скотч, который здесь приклеили. Он уже у нас не держится. Чтобы снять, получается, вентилятор и почистить сами радиаторы, откручиваем болтики. Вот такие там три маленьких винтика. У нас вентилятор вот так вот снимается. Ну, видим, здесь пыли почти нет. Сейчас немножко почищу и соберу обратно. Почистил я вентилятор. Вот так вот я его заклеил, где был тканевый скотч. Также почистил кристаллы. Сейчас наносим термопасту и ставим нашу систему охлаждения. Нанесли свежую термопасту. Теперь ставим нашу систему охлаждения и закручиваем ее по порядку. То есть, первый, второй, третий. До конца притягивать не надо. Притянем уже потом, после того, как прокрутим все винтики. Далее четвертый, пятый и шестой. Ну, а теперь уже протягиваем. Чтоб прижим был у нас равномерный. Подключаем штекер вентилятора. Еще перед тем, как ставить нашу материнскую плату в корпус, проверим батарейку BIOS. Проверяем нашу батарейку. Один контакт ставим на массу. На какой-нибудь разъем. И другой вот сюда. Видим напряжение 2,8. Батарейка подсевшая немножко. Батарейку я менять не буду. Она еще походит. Так что, ставим нашу материнскую плату в корпус. Берем наш корпус. Материнскую плату. И вставляем ее. Тут вот надо сначала ввести систему охлаждения под петлю. Так как она вам не даст ставить. Если будете просто ставить вот так сверху. Вот. Также сразу смотрим, чтобы все шлейфики у нас были рядом с разъемами. И после того, как поставили материнскую плату, закручиваем винтики. То есть закручиваем винтик вот сюда. И закручиваем винтик вот сюда, где его собственно и не было. То есть берем винтик. И закручиваем. После того, как закрутили винтик, подключаем наш шлейф. Подключили наши шлейфы. Теперь будем ставить топ-кейс. Следы залития с топ-кейса я оттер. Теперь мы его просто вот так берем и ставим. И защелкиваем все защелочки. Поставили наш топ-кейс. Теперь берем и подключаем наши разъемчики. Следующим шагом ставим клавиатуру. Поставили клавиатуру. Теперь берем и закручиваем все винтики по периметру. Закрутили все винтики. Теперь ставим CD-ROM. Закручиваем винтик. Закрутили винтик. Также я сейчас поставлю еще одну оперативку. Поставили еще одну оперативную память. Дальше буду ставить вот такой жесткий диск. Тошиба. Он у нас на 320 гигабайт. Мне этого будет более чем достаточно. Далее берем крышечки. Защелкиваем их. Наверное, вот сюда поставлю вот эту крышечку. Потому что она более чище. И ставим крышечку вот сюда. Также берем карт-ридер. Вставляем его. Закручиваем винтики. Закручиваем винтики. Аккумулятор поставили. Ну и собственно на этом все. Ноутбук у нас собран. Теперь давайте его включим. Он у нас запустился. Давайте попробуем запустить винду. Правда, вряд ли она у нас запустится. Ну да. На него я буду ставить новую операционную систему. То есть буду ставить уже Windows 10. Также делитесь своими впечатлениями о данном ноутбуке. Стоит ли его покупать. То есть мне будет очень интересно почитать. Если вдруг что-то я делал не так. Итак, сами подскажите, как делаете это вы. Всю свою критику оставьте при себе. Если что-то вам не понравилось. Лучше делитесь своими советами. На этом все. С вами был канал ЯМИПринтер. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.